Здравствуйте! Сегодняшнее видео будет не про нищики от длившей перца, там работы, там все. Работы сегодня не будет, а будет только разговоры о наболелом. Что я вам хочу сказать? Лето, в принципе, работы полно, можно работать, работаю. Но сегодня видео мое будет не про работу, а, как бы сказать, на злобу дня. Значит, пошел я в этом году, что-то я приболел. Но оно и не странно, не хочу, так сказать, плакаться тут всему Ютубу. И тем более, чтобы, не дай бог, чтобы еще кто меня пожалел. Жалеть мне не надо. Все нормально. Но вот как так странно вышло, я в том году потерял всю свою семью. А это на секундочку четыре человека. И, в принципе, остался один. Ну, я еще раз хочу жирной линии подчеркнуть, что я не плачусь. Просто это была такая преамбула к моему будущему рассказу. В общем, ну, сами понимаете, здоровье после таких потрясений обычно здоровье подводит. Ну, я не исключение. Ну, там, нервишки стали шалить туда-сюда, там, в сердце. Ну, как обычно, в таких ситуациях. Все-таки четыре человека потерять за год. Это ж, сами понимаете, это... Так вот, пошел я вчера в больницу. Говорю, выпишите мне таблетки. Ну, такие вот. Потому что сна нет и все такое. Ну, я уже не раз их выписывал. Вот такие вот таблетки. Называются Конозепам. Цена им 45 гривен. Ну, это так. Я не знаю, не хочу башку свою утруждать. Ну, копейки, в принципе, стоят не копейки. Ну, они как-то помогают, как-то... Ну, в общем, помогают. Помогали. Потому что я пошел в больницу, а мне говорят. А таких таблеток больше нету. Я говорю, а как нету? Ну, что значит нету? Ну, будут, наверное? Нет, уже больше не будет. Это такие таблетки, ну, они, в принципе, колеса дурь. Ну, как внутренне зато, одно слово. Успокаивающие, естественно. Ну, они так хорошо успокаивали лично меня, что они успокаивали. Ну, там, когда нервы разойдутся в край, ну, все. Я их выпью, ну, там чуть-чуть, не таблетку и не полтаблетки, там чуть-чуть от таблетки отломлю, чтобы... Я же не наркоман или не колесник какой-то, а просто вот, ну, вот как накатит, потому... В общем, факт той, тот, что мне сказали, что таких таблеток нет. Так вот я и говорю. Вот такое говно, вот такие вот говно, вот такого говна не выпускают. Это копеечные таблетки, а их уже не будет. Вы, майте мне сказать, будут другие, да, может, будут другие, но и есть другие. Ну, я попробовал, купил другие, но они мне... Ну, не то, ну, там, на голову вьют, на руре. Если бы я был наркоман или там какой-то этот самый, я бы выпил их, и без разницы от какого-то забыться. Но я к этим таблеткам отношусь с презрением и ем только их потому, что жизни нету, иногда без них. Так вот я и говорю. Вот как мы живем? Вот в Украине сейчас, чтобы, не дай бог, если кого-то собака укусит вакцины, от сказа нету, вакцины от столбняка нету, вообще нету. Их поставляли к нам когда-то с Россией. Вот один мой человек знакомый, его родственника покусала собака, так они с Россией как-то там правдами-неправдами вы эту вакцину привозили. Не говорят, ну, ему говорили, вот как на его вопрос, почему ее нет, а ему говорят, завозят из России. А он говорит, ну, хорошо, да как чего сейчас не завозят, а ему говорят, а у нас война. Странное дело. Вот это еще война, вот, блин, вот это еще война, это, блин, ну, какая же это нахрен война? Нашего президента Украины заводы работают и в Крыму, в Липецке, еще где-то там в России. Все заводы Порошен работают исключительно. И тут войны нету. А вот за такое говно и за такие таблетки у нас война. Так вот мне закрадывается вопрос, а не геноцид ли это? Наш, вот, людей, вот, людей, вот, простых людей, славян. Понимаете, я вот смотрел перепись населения в России, ну, так, ну, так даже удивился. Население России снизилось там. Ну, почему-то все президенту рулады поют, какой он молодец, какой хороший. У нас, ну, я не знаю, нашему президенту Украине никто рулад не поет, извините, вот такое слово. Но, ну, дело не в том, вот, дело в том, что, ну, пока мы, пока мы вычимся, чубримся, мы потихоньку умираем. Да, вот мы, нация наша славянская, я не делаю различий, белорус, украинец, русский. Наша славянская нация погибает. И причем погибает целенаправленно, потому что, вот, люди умирают, в принципе, потому что нет вот таких таблеток. Нет таблеток, я же, как-то я выше сказал, от столбняка в Украине, от сказанья. Это элементарно, это в всех цивилизованных странах такого быть не может. У нас, вот, я смеюсь, вот, когда вижу, когда вижу, едут эти новые машины и с новыми номерами там уже натыкали евросоюзовских этих звездочек, но мне хочется, ну, тому дебилу, который это сказал, да вы хоть на лбу себе эти звездочки выкорбуйте. Европу, Европу, Европу нужно делать ценности европейские, где на первом месте человек, где на первом месте все для человека. А если вы сделаете только номера и флажком навешаете, так дебильный, и мы в Европе, мы в Европе никогда не будем. Мы Европу должны сами строить, но сами мы не можем строить, оказывается, вернее, мы то хотим, но нам не дают. Вот тут, ну, как не дают? Ну, вот, при власти, то есть была эта революция гидности, в принципе, она действительно поначалу так и была, потом ей сковеркали, но при власти пришли тысячами морды. И то же самое, только еще и войну принесли. Понимаете, чтобы теперь, когда я пойду и скажу, скажу, ну, например, куда-нибудь, ну, если бы там добрался каких-то верхов и сказал, дайте мне вот этих таблеток, а мне вот скажут, и уже говорили, скажут, а у нас война. Чего ты своими таблетками приперся? У нас война, только тоже интересный факт. У нас то война. А вот пройдешь, скажем, я по своему поселку прохожу, вижу, стоят там поселкового совета, ну, стоят машины этих самых начальств. Ленд-крузеры, там, ну, такие вот, Мерседесы, Тойоты, Infiniti один стоял, понимаете? Это личные машины вот тех паскуд, которые вот там сидят. Вот извините, но не паскуд, ну, 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 как может человек, ну, как бы сказать, вот даже в своей зарплате, то, что ему платят там, ну, как он, там, начальник поселкового совета или начальник, там, городского совета, он, как бы не хотел, он за свои жалования такой машины не купит. Ну, вот ему не купит, ну, там, он купит, если бы стояло там Ланус, Део, або Нексия, Део, або Жигуль, о, это не было вопросом. За те деньги, что им платят, можно было бы купить и то, а так, ну, не сразу, а так, через пару месяцев. А те машины, на которых они едут, их нельзя купить за их зарплату. Значит, где-то они берут эти деньги. Ну, понятно, мы все знаем, где они их берут и куда они их, где они тягивают. Деньги вот это вот, вот с этих таблеток и с других вещей, которые к нам не приходят, которые нам должны приходить. Я не знаю. Ну, что еще сказать напоследок? Как я всегда люблю говорить. Желаю, чтобы все были здоровы, чтобы никто не болел, чтобы дети были здоровы, чтобы родители были здоровы, у кого они, слава Богу, еще есть. Чтобы мы были здоровы, чтобы не было войны, чтобы мы всегда друг друга понимали и знали, что как бы там ни было, всегда нужно оставаться человеком. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.